Вы слушаете новости по энергетике от АЭШ. Вторник, 24 августа 2021 года. В столовках мировой прессы SNBC сообщает, BMW обеспечит финансирование для электромобилей, стремя составить конкуренцию ряда традиционных двигателей. Проект BMW, связанный с разработкой панареи для электромобилей для дальних поездок, получил 26,2 миллиона фунтов стерлингов в виде совместного финансирования со стороны промышленности и правительства Великобритании. Оксфордский проект под названием BMW UK Beef является одним из четырех проектов, получивших финансирование в рамках конкурса совместных исследований и разработок Advanced Propulsion Center. Согласно APS, проект BMW сосредоточен на батарее электромобилей, чтобы конкурировать с линейкой двигателей внутреннего сгорания. Заголовок Bloomberg. Роспродаж электромобилей в Европе. Следующий вызов нефти. Если вызванный COVID-19 обвал спроса на топливо не был достаточно серьезным для европейских нефтеперерабатывающих заводов, то теперь они столкнулись с еще одним ударом по прибыльности, ведущим в мире переходом на электромобили. По данным Международного энергетического агентства, в 2020 году объем закупок электромобилей на континенте вырос на 14%, до 1,4 миллиона, что превзошло Китай как крупнейшего покупателя. The Financial Times сообщает письмо Лекса из Лондона «Самые экологические аргументы в пользу водородной энергетики». Заголовок Wall Street Journal. Принять участь в декарбонизации и преобразовании энергии. Декарбонизация приобрела значительный импульс, как глобальный императив по сокращению выбросов углерода в ответ на изменение климата. Потребности потребителей и заинтересованных сторон в действиях по сокращению выбросов парниковых газов побудили многие организации задуматься не только о поставке целей и разработке планов, но и о позиционировании себя для получения выгоды от преобразований. По словам Карлоса Маура, переход на альтернативные формы энергии для уменьшения углеродного следа – это существенное изменение, которое требует времени. Заголовок Forbes. К 2030 году Mercedes-Benz станет полностью электрическим. Mercedes-Benz стал последним автопроизводителем, объявивших о планах по эффективному прекращению продаж автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем. В четверг Mercedes заявила, что ожидает 2025 году на подключаемые гибридные автомобили и электромобили. Будет приходиться 50% ее мирового объема, что вдвое превышает целевой показатель, первоначально объявленный два года назад. Между тем, к 2030 году генеральный директор Олла Колениус говорит, что Mercedes полностью перейдет на FII, за исключением небольших рынков, где условия, такие как отсутствие зарядных условий, затрудняют это. BBC сообщает, возобновляемые источники энергии Великобритании подтверждено крупнейшее расширение на Хамбер, завод по производству лопасти витриных турбин. В Халле будет увеличен двое после того, как правительство подтвердит, что окажет финансовую поддержку для расширения. Компания Siemens заявила, что модернизация здания Александра Докс, крупнейшего Великобритании морского предприятия по производству ветроэнергетики стоимостью в 186 миллионов фунтов стерлингов, создав 200 рабочих мест, должна быть завершена к 2029 году. Energy Live News.com сообщает, Virgin Atlantic рассматривает технологии прямого улавливания воздуха для компенсации выбросов углекислого газа. Авиакомпания Virgin Atlantic подписала меморандум о взаимодействии Starrega, чтобы закупить оборудование для удаления углекислого газа и атмосферы с помощью предлагаемой установки прямого улавливания воздуха. Starrega и ее технический партнер Carbon Engineering проектируют проект DAK на северо-востоке Шотландии. Предполагается, что завод, который считается первым крупномасштабным проектом, такого рода в Европе будет ежегодно удалять от полумиллиона до миллиона тонн углекислого газа из атмосферы. Power Grid.com сообщает анализ энергосбережений на суперкомпьютерных ресурсах Argonne. В недавнем исследовании из Окришской национальной лаборатории Министерства энергетики США оценили энергопотребление в более чем 178 тысяч зданий с использованием суперкомпьютерной мощности Аргонской национальной лаборатории Министерства энергетики США. Эти усилия являются частью более крупной цели по моделированию всех 120 миллионов зданий страны. Это была «Минута новостей по энергетике» от АЭШ. Вторник, 24 августа 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области электроэнергетики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях.